В информационной студии телеканала «Север» Алина Волчейская. Здравствуйте! В эфире новости первого в этом году рабочего дня. Авария ликвидирована. В жилые дома и социальные объекты возобновлена подача воды. Светлый семейный праздник. Православные христиане отметили Рождество Христова. 10 лет 100 проектов. Транспортная инфраструктура, развитие сельских населенных пунктов, благоустройство территории, природы и экологии. В Ненецком округе продолжается голосование в рамках проекта НАО-100. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. В Нарьинмаре полностью восстановлено водоснабжение жилых домов и учреждений. Поэтапная подача воды стала возможной после ликвидации аварии водовода сегодня утром. В связи с инцидентом была приостановлена работа детских садов и отменены занятия в школах. Александра Литкова продолжит. Несмотря на отсутствие нормального водоснабжения, в первой школе все-таки успели провести два урока. Затем в адрес всех городских школ поступила рекомендация окружного управления Роспотребнадзора об отмене занятий и переходе на дистанционный режим обучения. Мы действовали согласно распоряжению, которое поступило из Департамента образования, культуры и спорта. Предлагалось нам сделать укороченные уроки, что мы и сделали сегодня. Объявили уроки по 30 минут и успели провести два урока до того момента, пока не поступило новое распоряжение, так как мы детей кормить сегодня, обеспечить питание не могли. Также была проблема с обслуживанием туалетных комнат, поэтому день сегодня получился коротеньким, но начало сделано. Из-за отсутствия воды была временно приостановлена и работа детских садов. Такое решение было принято в связи с тем, что после отключения водоснабжения и его восстановления качество воды в течение суток не соответствует санитарным нормам. Управлением Роспотребнадзора 9 января в адрес Департамента было направлено предостережение при остановке образовательного процесса в случае прекращения подачи воды. Департаментом 9-го числа было принято решение о прекращении образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, а также переводе школ на дистанционные формы обучения. После возобновления подачи воды в организациях будут проведены мероприятия по дезинфекции и восстановленная работа образовательных организаций. Авария на водоводе произошла в среду вечером в районе дома номер 20 по улице Ленина. Работы по её устранению продолжались всю ночь. На месте инцидента посменно работали 20 сотрудников предприятия объединённых котельных и тепловых сетей и 12 единиц техники. Утром 9 января ПОК ИТС завершила восстановительные работы на водоводе и приступила к возобновлению нормального режима подачи воды. В 9 часов сейчас начали запуск. Ребята по ПОК ИТС подключили водовод. На водозаборе включили все насосы. Включали постепенно, плавно, для того, чтобы избежать гидроударов каких-то. И сейчас подключают в НСК. Первый этап – это у нас запуск котельных, наполнение резервуаров на водонапорных станциях водой и затем идёт подключение жилых домов, детских садов и школ. Причина аварии устанавливается. По предварительным данным, чугунная труба не выдержала резких температурных перепадов. Александра Литкова, Леонид Шушилов, Телеканал «Север». Сегодня, 9 января, зимник Нарьин-Марусинск закрыт для всех видов транспорта в связи с погодными условиями. Об этом Телеканал «Север» сообщили в компании «Строй-Универсал», которая обслуживает зимнюю дорогу. Причиной ограничения движения является плохая видимость из-за низовой метели и ветра. Причём, как отметили в диспетчерской, погодные условия на зимнике ухудшаются. По оперативным метеорологическим данным Главного управления МЧС России по НАО, сегодня в Ненецком округе облачная погода, снег, мокрый снег на западе округа с дождём, местами метель, гололёд, ветер южный с порывами до 18 метров в секунду. На зимнике в настоящее время работает 17 единиц техники. Подробную информацию о состоянии зимника можно узнать по телефону диспетчерской общества с ограниченной ответственностью «Строй-Универсал» 8-911-067-7233. Также в случае чрезвычайных ситуаций МЧС рекомендует звонить по телефону доверия Главного управления ведомства по Ненецкому округу 4-99-99 или на единый телефон экстренных служб 112 с мобильных телефонов. Напомним, общая протяжённость зимника в этом сезоне составляет 54,8 километра. Государственный контракт на выполнение работ по устройству и содержанию искусственного дорожного сооружения Нарьин-Марусинск общей стоимостью порядка 83,5 миллионов рублей по итогам торгов был заключен с окружной компанией «Строй-Универсал». На временной дороге организован дорожно-ремонтный пункт, два КПП, установлены информационные щиты. Тем временем на ледовой переправе в районе Усть-Усы в республике Коми увеличена грузоподъемность. Об этом сообщает информационное агентство НАУ-24 со ссылкой на источник в Усинском ДРСУ. Представитель организации, отвечающей за содержание данного участка зимника, в телефонном интервью отметил, что на сегодняшний день грузоподъемность ледовой переправы через реку Печора в районе села Усть-Уса составляет 10 тонн. Таким образом, по ней могут проехать легковые автомобили, внедорожники и грузовой транспорт. Организация в эти дни продолжает работы по намораживанию ледовой переправы, чтобы выйти на максимальную грузоподъемность в 25 тонн. Напомню, ледовая переправа через Печору в районе села Усть-Уса была открыта для движения автомобилей 20 декабря. С начала ее работы в районе протоки Виловатник два грузовика, водители которых нарушили ограничения погрузоподъемности транспортного средства, частично провалились под лед. И в продолжение темы. Третий участок дороги Нарьин-Марусинск сдан в эксплуатацию в восстановленные сроки. Для завершения главной стройки региона осталось построить еще три участка протяженностью порядка 40 километров. По информации регионального департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта, общая протяженность данного участка дороги составляет 15 километров. Ширина проезжей части 6 метров. Расчетная скорость движения 80 километров в час. Строительством занималась Усинская ДРСУ. С подрядчиком был заключен контракт на сумму более 2 миллиардов рублей. Средства на строительство перечислил федеральный центр в рамках соглашений заключенных между Ненецким округом и Росавтодором. Последним этапом работ на объекте стало строительство 108-метрового моста через реку Лая. Там завершена сварка и надвижка пролетных строений, а также устройство дорожного полотна на самом мосту. Как пояснили в ведомстве, для обеспечения круглогодичного проезда по дороге на Ринмарусинск, необходимо реализовать строительство еще трех участков общей протяженностью 39,4 километра. Это третий этап первого участка протяженностью 12 километров, строительство которого запланировано на 2019-2023 годы. Второй участок дороги протяженностью чуть более 20 километров с мостом через реку Лая-Вош, строительство которого запланировано на 2020-2024 годы, а также участок с мостом через реку Шапки на протяженностью 6,6 километров. Объект построен на 70%, но не завершен. Достроить его планируется к 2022 году. Православные христиане отметили один из самых главных религиозных праздников – Рождество Христово. Рождественская служба в главном храме окружной столицы по традиции началась ровно в полночь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Омень. Иисус Христово, Рождество, сице-бе, обручение во бывшей Матери, говори Иосифови, прежде даже не снитесь о имам, обретесь о имущем от чреве от Духа Святого. В храм верующие приходили целыми семьями с маленькими детьми. Как признаются жители и гости Нарьинмара, в такой светлый праздник как никогда хочется верить в чудеса, как в локальные, так и в глобальные. Всегда чувствуется теплота в душе, очень хорошее настроение всегда, потому что Господь всегда помогает, всегда слышит наши молитвы. И такой очень приятный, очень хороший праздник. Светлое чувство Рождества, наверное, приятности, любви, ощущения, наверное, где-то вот, наверное, такие чувства, да? Мама, у тебя как? Какая-то священность какая-то. Мне кажется, все это, ну, я не знаю, из души как-то идет, из души как-то светлые чувства какие-то идут. Ну вот как-то хочется. Что бы вы хотели пожелать жителям нашего округа в этот светлый день? Ой, ради Бога, всем главное здоровья, всем главное здоровья, чтобы было много денег, счастья, везения, удачи. Я бы хотела пожелать им всего хорошего, благополучия в семье, так как этот праздник семейный, это самое главное. Здоровья, любви и хорошего года. Ну а 19 января верующие отметят еще один важный праздник – Крещение Господня. В Богоявленском храме также пройдут торжественные богослужения. Кроме того, все желающие смогут искупаться в освященной проруби. Охрану общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников в Ненецком округе обеспечивали более ста сотрудников полиции, а также других ведомств. Наряду с представителями силовых структур за правопорядком в регионе следили и народные дружинники. Как отметили в УМВД России по Ненецкому округу, усиление традиционно происходит во все праздничные дни. Управление внутренних дел по Ненецкому основному округу в период проведения мероприятий, посвященных встрече Нового года и празднования Рождества Христова обширена охрана общественного порядка. На охрану общественного порядка загействовано более ста сотрудников полиции. В населенных пунктах, где отсутствует участкового полномочия и полиции, также были откомандированы сотрудники управления. На охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий также были загействованы сотрудники управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу, представители добровольно-народной дружины и частных охранных предприятий. При проведении праздничных мероприятий нарушение общественного порядка не допущено. Сотрудниками патрульно-постовой службы, участковыми полномочиями полиции было привлечено к ответственности за появление в местах состояния алкогольного опьянения более 50 человек. То есть это очень многое говорит о том, что у нас праздничные дни проводятся более чем активно. Новая школа в Индиге готова к эксплуатации. К такому выводу пришли специалисты государственной инспекции строительного и жилищного назора Ниньского округа, оценив стройку на месте в преддверии наступления нового года. В 2020-м новая школа распахнет свои двери для учащихся. Как сообщили в Гостройжилнадзоре, по результатам контрольно-надзорных мероприятий было выдано заключение о соответствии построенной школы требованиям проектной документации. В том числе это касается требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта, капитального строительства, приборами учета, используемых энергетических ресурсов. Строительство школы в Индиге началось еще в 2012 году. Тогда за Полярным районом был заключен муниципальный контракт на общую сумму более 440 миллионов рублей. Средства предполагалось выделить из бюджетов трех уровней – федерального, окружного и муниципального. С тех пор сменились два субподрядчика, а деньги были освоены лишь на 60%. В 2016 году строительные работы и вовсе были остановлены. Работы на долгострое после вмешательства главы региона Александра Цибульского возобновились в июле 2018 года. Генеральный подрядчик строительного объекта – Ненецкая нефтяная компания. С 1 января 2020 года в Ненецком округе установлены льготные тарифы для населения на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Льготный тариф определен в размере 520 рублей за кубические метры отходов на человека. При существующих нормативах накопления отходов ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО для жителей Нарьинмара и поселка Искатели составит 115 рублей 27 копеек на каждого человека, постоянно или временно зарегистрированного в жилом помещении. Для сельских жителей в два раза меньше – 50 рублей 27 копеек. С введением льготного тарифа население будет оплачивать только часть от ранее утвержденных тарифов региональных операторов. Для примера, экономически обоснованный тариф регионального оператора комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию населения на услугу по обращению с ТКО установлен на первое полугодие в размере более 972 рублей за кубический метр, а с 1 июля свыше 1292 рублей. Существенный рост тарифа связан с началом обезвреживания мусора в четвертом квартале 2020 года. Финансовую нагрузку по компенсации выпадающих доходов региональных операторов при установлении льготного тарифа для населения возьмет на себя бюджет Неницкого округа. В 2020 году на эти цели будет направлено более 200 миллионов рублей. Как отметили в Управлении по государственному регулированию цены тарифов, итоговый размер платежа с человека в Неницком округе будет ниже, чем в соседних северных субъектах. Напомним, с 1 января 2020 года Неницкий округ переходит на новую систему обращения с ТКО, которая предполагает, что за всю технологическую цепочку обращения с ТКО от сбора на контейнерных площадках до размещения на полигоне будут отвечать региональные операторы. В Неницком округе это комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию и муниципальное предприятие Заполярного района Севержилкомсервис. В Неницком округе продолжается голосование за проекты, предложенные инициативными жителями региона в программу развития округа НАО-100. Голосование продлится до 15 января. НАО-100 – это 10-летняя программа развития региона. В нее войдут 100 лучших инициатив, предложенных самими жителями округа. Голосование проходит на платформе народной контроли и в нем может принять участие любой желающий. Следует отметить, что ряд повторяющихся предложений от граждан были объединены. После модерации, в рамках которой были обработаны все 190 проектов, их окончательное число, представленное на голосование жителям региона, составило 175. Все проекты поделены на 12 категорий – транспортная инфраструктура, развитие сельских населенных пунктов, благоустройство территории, ЖКХ, спорт и активный образ жизни, природа и экология, образование, культура, цифровизация, здравоохранение, развитие промышленности и другое. Наибольшее число проектов, предложенных к реализации, относится к вопросам благоустройства территорий и создания комфортной среды для проживания. Инициированный губернатором Александром Цибульским проект НАО-100 формируется на основе предложений жителей региона. Его итоговое наполнение будет зависеть от результатов голосования, которое продлится до 15 января 2020 года. СПК «Путь Ильича» стал третьим оленеводческим хозяйством Ненецкого округа, которое получило разрешение на экспорт оленеводческих шкур в страны Евросоюза. В конце декабря 2019 года оленеводческое хозяйство было включено в реестр экспортеров. Работа по выдаче разрешения на экспорт продукции СПК «Путь Ильича» в страны Евросоюза велась профильным департаментом совместно с Центром поддержки экспорта Центра развития бизнеса Ненецкого округа. Как сообщили в самом хозяйстве, в 2020 году планируется направить на экспорт до 8 тысяч шкур северного оленя. Убойный пункт СПК «Путь Ильича» в районе поселка Хориагинский оснащен барабаном для засолки шкур. Ранее макросоленые шкуры северного оленя в Европу отправляли лишь СПК «Харп» и СПК «Ижимский оленевод ИКО». Самокупный объем экспорта у этих хозяйств в 2019 году составил 16,5 тысяч шкур с объемом выручки в 175 тысяч евро. В настоящее время также ведется работа по внесению Ненецкого округа в список экспортеров продукции оленеводства. Процесс регионализации завершится в начале 2020 года. В список экспортеров, которые на сегодняшний день входят только Ямал и Мурманская область, войдут еще 9 арктических субъектов, включая Ненецкий округ. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok